Молча пишу свою дату рождения. Ну поскольку я там нумеролог, я знала, что в дате рождения закодирована очень интересная информация относительно наших врожденных талантов и относительно того, в какой области или в какой профессиональной деятельности лежит наш успех. То есть к чему у нас есть врожденная предрасположенность. Поэтому я написала дату рождения и так молча смотрю на нее. Она также молча, ну как нумеролог с нумерологом мы разговаривали так без слов, честно говоря. Она посмотрела на мою дату рождения и написала мне 4 фразы, то есть 4 направления, где я как бы могла преуспеть. Вы знаете, я-то попала к ней в возрасте уже большеньком, уже, надо сказать, предпенсионного возраста я была девушка, да, когда к ней попала. И что мне поразило, что она на мне написала 4 направления, где я уже была. Я в принципе уже была. То есть там одно было направление нетрадиционное, медицинное, где я еще на тот момент, на момент речи не была, но куда я попала через, буквально через год после нашей встречи, понимаете, да. То есть получилось так, что очень точное было, скажем так, предсказание, да. Получилось так, что я вышла естественным путем, эмпирическим путем, путем проб и ошибок. В результате своего жизненного пути я все равно вышла на эти 4 направления, да. Вы знаете, когда я вот услышала вот то, что она мне написала, у меня было такое смешанное чувство. С одной стороны я подумала, я с одной стороны подумала, вау, как это классно, как это здорово, и как хорошо, что я в принципе вышла на свой путь, как бы я порадовалась за себя. Удивилась потенциалу нумерологии, да. Порадовалась за себя, что я вышла на свой путь и расстроилась. А расстроилась, знаете, почему? Я подумала, ну где же ты была лет 30 назад. Ну хотя бы 20 лет назад. Ну сколько бы я вот лишних движений по жизни не сделала, сколько бы я ошибок бы не совершила, сколько бы времени и энергии я бы не потеряла. Ну самое главное, времени, да. Я бы не потеряла на поиске себя, что называется. Вот. А потом у меня пришла такая мысль, Аира, а как было бы хорошо, если бы ты смогла бы помогать другим людям, точно так же расшифровывать их рожденные таланты, и помогала бы им выйти на свой путь. Потому что каждый человек, который выходит на свой путь, он по умолчанию становится. Я сейчас там говорят про путь, минуточку, я тогда сейчас еще чуть-чуть сделаю. Хорошо сейчас? Девочки, сейчас лучше стало или нет? Напишите мне от 1 до 10, насколько хорошо меня слышно. Вот сейчас. Насколько хорошо меня слышно? Все поставьте. Илочка, смотрите, все поставили десятку, да, а у вас тихо, это значит у вас что-то... Сейчас. Напишите сейчас, как слышно. Сейчас. Насколько хорошо слышно? Потому что я уже вот прям динамики на всю. Десятка, да, вот значит так сейчас оставим. Хорошо? То есть я звук прибавила там. Хорошо. И вот когда я об этом подумала, да, вот как было бы хорошо, если бы я другим помогала выйти на свой путь, я тогда приняла для себя решение, что я именно этим буду заниматься. И тогда я вот свои знания в нумерологии, да, в коучинге, и, кстати, оцелительстве, я это все соединила для того, чтобы помогать людям, выйти на свой путь. Если говорить, почему я занимаюсь именно нумерологией. Почему именно интуитивной нумерологией, западной, западной, да. Знаете, западная школа нумерологии очень практичная. Они, как сами американцы, они очень прагматичны и практичны, да. И поэтому я выбрала это направление. То есть можно очень много подсказок, вот реальных подсказок, которые можно использовать для решения конкретных жизненных задач. Не просто теория, не просто информация узнать о себе, да, а как это применить в реальной жизни. То есть мне такой практичный подход нравится, потому что я не теоретик, не теоретик, я практик. Мне нужны результаты, причем быстрые, да, вот это характерно для людей с числом жизненного пути 5. Быстрые результаты. То есть если есть короткий путь с наименьшим напряжением, пятерка найдет именно этот путь, да. Поэтому любые знания, которые, по крайней мере, я изучаю, я стараюсь сразу же применить для решения конкретных жизненных задач. То есть я считаю, что, например, любые знания, они нам нужны для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Не просто коллекционировать их, складывать на хард-драйве своего компьютера или сидя в голове, да, в оперативной памяти своего головного мозга, в своем бортовом компьютере. Компьютер не здесь складывать, а сразу же эти знания применять для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Кто со мной согласен, вот с таким практическим подходом поставьте плюсик. Почему именно интуитивная нумерология? Потому что интуиция знает ответы на все вопросы, наше прошлое, наше будущее. И поэтому если соединить точность науки, точность науки, а нумерология – это точная наука, в основании которой стоял математик Пифагор. Помните теорему Пифагора? Один и тот же человек является основателем и является актором этой же теоремы Пифагора, да, считается одним из светил в математике, и этот же человек является основателем нумерологии. Поэтому нумерология – это не предсказание, не гадание на копейной гуще, это точная наука. Если соединить точность науки и волшебство магии, и плюс еще добавить интуицию, это будет очень мощное сочетание. Да? Потому что я собрала из всех направлений нумерологии западную школу интуитивной нумерологии. И, как я уже сказала, вот эти вот события, которые произошли в моей жизни, они меня как бы просто подвели к тому, чтобы я опять вернулась в сторону нумерологии и применила эти знания для того, чтобы помогать людям расшифровывать свои таланты. Сегодня я вам немножко расскажу о том, как можно, допустим, по дате рождения узнать, в какой профессиональной области у нас есть врожденная предрасположенность. Мы могли бы быть там победителями без особого напряжения с нашей стороны. Кстати, вот такой вопросик вам. Напишите, напишите мне, пожалуйста, те, кто считает, что вы как бы человек нестандартный. Вот нестандартный. Вот что-то у вас в жизни как бы не так, как у всех. Вот просто напишите мне сейчас плюсики, кто считает себя нестандартным. Ну, как бы вне толпы. Ну, что-то у меня все не так, как у других. У кого есть такое ощущение? Так. Вот, товарищи, все белые вороны. Вороны, все белые вороны всех стран, объединяйтесь. Хочу вам сейчас сказать одно такое откровение, которому я пришла в течение своей жизни. Я всю жизнь была белой вороной. Всегда у меня было не так, как у всех. Ну, вроде бы, и в институте, и все равно, как-то, какая-то нестандартность все время присутствовала. Меня это раздражало, меня это нервировало, и меня это как бы озадачивало, да? И очень долго озадачивала, до тех пор, пока я не поняла. Девочки, вот эта нестандартность, это нестандартность, ее можно рассматривать как эксклюзивность. Если вы рассматриваете свою нестандартность как эксклюзивность, больше шансов. Больше шансов, что вы в своей жизни добьетесь стиха. Так, по поводу вопросов, девочки, я вам сейчас несколько, как, несколько своих, как бы, видений по поводу вопросов сейчас скажу. Есть такое понятие быть в потоке, быть в потоке. Я хочу быть в потоке, то есть я хочу вам выдать ту информацию, которую я для вас приготовила. Она в определенной последовательности. Для кого-то сегодня будут подсказки. Для кого-то я сегодня выступлю в роли проводника. Кто-то услышит ключевые фразы, какие-то подсказки, или у вас возникнут какие-то вопросы. Но эти вопросы важные. Благодаря ответам на эти вопросы вы выйдете на свой путь. Понимаете? Потому что в правильно заданном вопросе половина решения задачи. Так? Далее. Если я буду отвлекаться на вопросы и отвечать на ваши вопросы, я выйду из потока. Более того, я знаю, что есть вопросы, на которые я сейчас вам могу ответить. Но в ходе нашего сегодняшнего разговора я отвечу вам на этот вопрос через, допустим, 25 минут. Понимаете? И если я буду сейчас отвечать на ваши вопросы, я уйду от темы нашей сегодняшней встречи. И те люди, которые могли бы сегодня получить ключевые фразы, какие-то подсказки, или у кого-то должны возникнуть очень важные такие коучинговые вопросы, которые хорошие на самом деле, волшебные вопросы, которые заставляют человека призадуматься и найти правильное решение. Эти люди не получат эту информацию сегодня. Если вы пишете вопросы, я на него не отвечаю, это совсем не означает, что я вас игнорирую. Первое. Мы ограничены рамками нашего сегодняшнего вебинара. После меня следующий спикер, да? И я должна вам дать ту информацию, о которой я заявила, что я буду сегодня вещать, да? Горбить вам на эту тему. И ту информацию я сегодня выдам. Это первое. Второе. Есть такие вопросы, на которые я знаю ответы. Я не могу отвечать в рамках вебинара, потому что есть такие вопросы, которые нужно решать в индивидуальном порядке. Потому что эта информация конфиденциальная, она касается только вас. Мы сейчас вещаем в прямом эфире, да? И эта запись будет выложена в интернете, в свободном доступе. И я совершенно не уверена, могу ли я эту информацию о вас сейчас транслировать на весь мир. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня понял и кто меня услышал. У меня такое предложение к вам. У вас будут возникать вопросы. Я обожаю вопросы. Я их люблю. Я их люблю. Я как коуч, да? Верюсь в волшебную силу правильного вопроса. Поэтому вы сейчас эти вопросы запишите. Я вам выдам ту информацию, которую я приготовила для вас. Если после того, как вы услышите этот вопрос, на этот вопрос вы не получите ответ в ходе нашей встречи. И если у нас останется время перед следующим спикером, вы этот вопрос мне зададите. Поэтому сейчас вопросы запишите, пожалуйста, да? Если у нас останется время, я отвечу на все ваши вопросы. Повторяю. Если я не отвечаю на ваши вопросы, это означает, что я не знаю ответа на этот вопрос или что я вас просто игнорирую. Это совсем не так. Кто согласен с таким форматом подачи, что я вам сейчас выдам информацию, а потом вы будете задавать вопросы, поставьте плюсики. И мы начнем. Итак, о чем сегодня пойдет в речь. Поговорим о том, что такое есть успех в вашем понимании. Почему не стоит гнаться за шаблонным успехом. Что такое формула успеха. И что объединяет всех успешных людей. Расскажу вам о том, как использовать тайные знания меморологии для того, чтобы найти какие-то подсказки для решения своих жизненных задач. А именно для поиска своих сильных сторон. То есть тех качеств, которые нам помогут прийти к успеху. К тому самому желаемому успеху. Сделаю вам разбор кейсов известных людей, чтобы видели, как там на самом деле, что первые шифровочки может быть. И поговорим о том, что вот эти люди, которые стали успешные, знаменитые, богатые, они пришли к успеху. А нам же что делать? Нам-то что делать, находясь вот в этой точке жизненного отрезка времени, где мы сейчас находимся, имея те таланты, которые у вас сейчас есть. Что делать со всем этим? Вот на эту тему мы сегодня поговорим. И давайте для начала я хочу вам задать несколько вопросов. Это своего рода диагностика. Диагностика. Для чего нужна диагностика? Она и для вас, и для меня нужна. Для меня, чтобы я знала, какие у вас есть проблемы или задачки в жизни. А для вас, чтобы вы поняли, в какой области у вас есть пока не решенные вопросики. То есть где у вас зона развития, где вам еще нужно поработать, над чем вам нужно поработать. Хорошо? То есть это как вы пришли к врачу и говорите, вылечите меня, пожалуйста, у меня голова болит. А он говорит, давайте сдайте анализы, потом я вам поставлю диагноз, потом назначу вам комплексное лечение. Вот у нас сейчас как бы диагностика. Вы сейчас будете сдавать анализы, приготовьтесь. Первый вопрос такой. Кстати, я хочу вас попросить, вот как можно более искренне отвечайте на вопросы, не раздумывая особенно. То есть первое вот решение, первый вопрос, который идет без анализа. Без анализа. От сердца, а не от разума отвечать. Хорошо? Первый вопрос такой. Насколько вы довольны своей жизнью в целом по ощущениям на сегодняшний момент? По ставке в процентах. 100% супер, все, в шоколаде. Вы сейчас где? Быстро ставим. Хорошо? Не думай. 50, 70, 80, 80, 40, 70, 40, 50, 80, 60, 40, 50, 30, маловато, 20, 80, 90. Понятно. Девочки, ну конечно меньше 50 это уже такое критическое время, уже нужны какие-то перемены. Вы так совсем уже недовольны жизнью. То есть та зона, которая завалилась, ее нужно включенно сейчас препятствовать. Следующий вопрос такой. Насколько успешным человеком вы себя ощущаете? По ставке в процентах. 100% ну супер, ну супер, но реализовано выше Эвереста. Все у меня в этой жизни хорошо. Все области сбалансированы. 100%. Вы сейчас где? Ой, 10, 30, 50. Чувствуете, да? Где нужно что-то меня, да? Хорошо. Как вы думаете, чего вам не хватает сейчас, вот чтобы на все 100% вы себя чувствовали успешными? Чего не хватает? Вам для счастья чего не хватает сейчас? Напишите кратко. Чего не хватает? Энергии, Наташа пишет. Наташа, энергией, скорее всего, не хватает, потому что вы, наверное, не тем занимаетесь. Берем наш энергию, когда мы не тем занимаемся. Мы боремся с нами с собой, чтобы себя заставить заниматься тем, что нам не нравится. Так, финансовая свобода, здоровье, уверенности, правильно поставленной цели. Решительность и конфетознание, свобода, Дина. Понятно. Знаете ли вы точно, какие ваши качества и навыки помогут вам прийти к успеху? Вот точно знаете. Вот это, вот это мои сильные качества, и эти, именно эти качества у меня приведут к успеху. Поставьте, пожалуйста, плюс те, кто точно знает, свои эти характеристики, которые приведут к успеху в свою сильную сторону. Плюс, кто не знает минус. Ага, основной минус. Ребята знают, или кто не знает, 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 кто не знает. Поняла, больше всего ты не знала, да? Сильные качества. Сегодня поговорим, что это такое, почему важно знать, да? Далее. Вот те, кто сейчас поставил плюс, я знаю свои сильные качества. Быстро сейчас для вас задание. Быстро. Даю вам 2 минуты, чтобы написать 5 своих сильных качеств прямо сейчас в эфир. Быстро. Все, кто плюсы поставил. Люция, Алина, Голобурда, Татьяна, Анна, Людмила, Ирина, Ирена. Быстро сейчас 5 качеств. 5 своих сильных сторон. 100%, которые вас ведут к успеху. Все, кто поставил плюс, 5 качеств, которые вас приведут к успеху. Их на 5. Все по 5 напишем. А все остальные, кто поставил минус, призадумайте. Вот если бы вам задали этот вопрос, быстро 5 качеств, вы что бы то написали? Вот вам вопрос, над которым вам нужно подумать. А какие мои сильные качества? А какие мои качества приведут меня к успеху? Какие? Таня, молодец. Попытная интуиция, усидчивость, обучаемость, творческая личность и дружелюбие. Танечка, умничка, молодец. 5, 5. Отлично. Отлично. Так, общение, психология, здоровье. Вот смотрите, психология это не ваше качество. Не ваше качество. Психология это наука, да? Глубокое понимание психологии, это да. Или глубокое понимание людей, это да. Так, Ирена, так. Самоникабельность, обучаемость, Люда, быстрые реабилы, интуиция, решительность, обучаемость, активность. Люда, молодец. Люци, целеустремленность, занудство. А занудство, не знаю, занудство, занудство, это вас минус, это то, что вам помешает прийти к успеху. Это ваши слабые стороны, на самом деле. А вот пластичность, мудрость, самовыражение, понимание окружающего пространства, это да. Это да. Или проницательность, это да. Это сильные стороны. Стремление, стремление, лицелесность, доброжелательность, интерес, да. То есть интерес к знаниям, да, это может, да, это может нами двигать и вести нас как можно быстрее к нашему успеху. Понятно. А теперь такой вопрос. Какие ваши, знаете ли вы, какие ваши качества, какие ваши характеристики могут вам помешать прийти к успеху? То есть каковы ваши слабые стороны? Вот там занудство кто-то наставал, вот это слабая сторона, на самом деле. Какие ваши слабые стороны? Пишем сейчас слабые, что вам может помешать прийти к успеху? Лень. Спасибо за откровенное отрежнение, да. Так, пишем про слабые стороны. Сейчас страхи. Видимо, из-за оценки низкой, если страхи, человек в себе не уверен, тоже может быть. Самоограничение, да. Минус, минус, минус. А самоограничение тоже по какой-то причине, да. То есть начало клубка где-то в другом месте, надо подумать, почему, да. Может быть себя не цените, может самооценка низкая, там причины могут быть в чем-то, да. Покопать нужно, да. Так, праздность, лень, эмоциональность, излишняя эмоциональность. Санечка, эмоциональность где-то может быть плюсом, например, если вы в актерском искусстве, если вы актриса, то там наоборот хорошо. То есть смотрите, одно и то же качество в одной профессиональной деятельности может быть жирным плюсом, а в другой деятельности может быть минусом. То есть в зависимости от того, какая задача у вас сейчас стоит. Вот будем как раз разбирать, у нас будет тренинг интенсив, ваша личная формула успеха, да. Я объясню вам, как одно и то же качество, одно и то же качество может быть плюсом, очень сильно помогать вам в достижении одних целей, минусом в других, да. То есть в зависимости от того, какова ваша жизненная задачка сейчас, какую задачу вы сейчас поставили в настоящий момент, у вас разные ресурсы и разные качества, как бы, инструментами для достижения поставленной цели. Да, у нас специально модуль будет, ваши сильные и слабые качества и ваши ресурсы будем разбирать, вот это расшифровать. Потому что на самом деле одно и то же качество может быть плюсом и минусом. Так, хорошо, самооценка, неуверенность, низкая самооценка, неуверенность, нелишительность. Людмила, вот вам, смотрите, нелишительность, низкая самооценка, неуверенность и желание брать все на себя. Смотрите, суперответственность, гиперответственность, может быть плюсом и минусом, опять же, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, да. А вот то, что вы до этого написали, нелишительность, низкая самооценка, неуверенность идет от того, что вы не используете свои сильные стороны. Вы, возможно, не там, где вы могли бы гораздо легче добиться успеха. То есть, образно говоря, вы, возможно, вы играете не на своем профессиональном поле, да. Потому что, когда мы выходим на свое поле, нет нам равных, нет конкурентов вам, если вы находитесь на своей местности. Если вы вот уникальный вот свой набор характеристик используете по назначению. И тогда вам нет равных. И тогда все конкуренты выглядят очень бледно на вашем поле. Распыляясь на многие дела, лень, страх, не любовь в себе, не веря в себя, да. Распыляетесь, нет четкой цели, да. И нужно увидеть как бы стратегическое направление вначале всего, куда вы хотите прийти, да. Потом четкие цели подставить. Да, потому что вы распыляетесь. Часто бывает у талантливых людей, они распыляют свою энергию сразу в несколько направлений. И, кстати, получается так, что человек, который менее талантлив, но более целеустремлен, умеет правильно ставить цели, он приходит к гораздо лучшим результатам в жизни, чем суперталантливый человек, который распылял свое время, свою энергию, свои таланты, на несколько направлений и не добился результата. Ирина, это вот вам, да? Так, хорошо. Алина Голубурда пишет. Отсутствие времени, денег и учителя, да. Собственно говоря, смотрите, за каждым талантливым человеком, за каждым талантливым спортсменом, за каждым талантливым успешным, состоявшимся, реализованным человеком, стоит учитель, коуч или тренер. Тренер. Тренер на самом деле. Тренер. То есть обычно любители не доходят до высоких вершин. Не выходят. То есть им кто-то помогает. Ну, на отдельных этапах жизненного пути. На самом деле, коуч, тренер. Эти люди постоянно вкладывают, я бы сказала, время, деньги, энергии в себя. То есть, смотрите, вот наши основные средства, это наши характеристики, наши внутренние характеристики, наши навыки. Это наши основные средства. Это то, что нас как можно быстрее приближает к успеху. Поэтому любые инвестиции в себя, это самые мудрые инвестиции. Знаете, однажды на встрече Билла Гейтса, одного из самых-самых-самых богатых людей мира, спросили, задали ему такой вопрос. Слышите, пожалуйста, если бы у вас был, допустим, один миллион свободных денег, во что бы вы вложили? Встреча с бизнесменами была. Билл Гейтс отвечает, я бы вложил в образование. Тот, который задавал вопрос, он говорит, нет, нет, вы меня не поняли. Если бы у вас были свободные деньги для того, чтобы вложить в какой-то перспективный проект, куда бы вложили бы этот свободный миллион денег? Билл Гейтс отвечает, нет, это вы меня не поняли. Если бы у меня был один миллион свободных денег, я бы вложил в свое образование. Потому что инвестиции в себя – это самые выгодные инвестиции. Поставьте плюсик, кто меня услышал. Кто меня сейчас услышал? На самом деле, да, наш внутренний ресурс, наши навыки, наши качества, то, как мы мыслим, то, как мы думаем, то, как мы поступаем, наше мышление – это наш самый главный ресурс. Потому что, вот обратите внимание, были люди, которые, например, Дональд Трамп, 8 раз был банкротом. Полностью минус, негатив, банкрот. Все, банкрот собрался. Пустой был, без ничего, без копейки денег, без ничего, в долгах, как в шелках. Не то, что с нулем, с минусом большим. И он вот сейчас из этих вопросов выходил. Почему? Мышление, навыки, навыки. Понимаете? Деньги привели его к успеху, а его навыки – область мышления. Поэтому самая разумная инвестиция – куда? В себя. В свое собственное развитие. В развитие своего внутреннего потенциала. Так, хорошо. Теперь следующий вопрос такой. Встречали вы в жизни людей, которые с точки зрения обывателей, вот имеют в жизни все. Ну, для того, чтобы, казалось бы, быть счастливым, да? Допустим, там, квартира шикарная, и семья хорошая, и верплата завидная. Все вроде бы хорошо. А этот человек не чувствует себя счастливым. Вот чего-то ему в жизни все-таки не хватает. Были ли в вашем окружении такие люди? Ага, вот Ирена написала, что пока все мои инвестиции в себя помогли мне понять, чего я не хочу. И это тоже хорошие результаты. То есть вы уже знаете, куда вы не хотите. А теперь следующий этап. Нужно определиться точно, куда вы хотите. Увидеть эту стратегическую картинку, потом поставить цель, и только после этого планы составлять. У нас обычно стрелы на ворот, планы составляют. 1 января там каждый план на год пишет, не имея стратегической картинки. Так, хорошо. Так, вот не реализовали себя, Ирина пишет. Да, вот такие люди были. Я сама такая, да? Вот кто-то пишет. Я сама такая. Оля пишет. Да, ну, вроде бы все так, вроде бы, с точки зрения обывателя все хорошо, а человек чувствует себя неудовлетворенным. Теперь смотрите, вот здесь вам подсказочка. Чем более талантливый человек, тем больше он понимает. Смотрите, вот точка, где он находится, где он сейчас живет, как он живет, чего он достиг в жизни и где он мог бы быть. Вот этот талантливый человек понимает, где бы он мог быть. И чем талантливый человек, и тем большее расстояние между точкой А, где он сейчас находится, и точкой Б, где он мог бы быть, тем хуже этому человеку то есть его это недовольство собой разъедает изнутри как ржавчина и от этого человек не удовлетворен собой талантливому человеку строго желательно как можно быстрее выйти на свой путь особенно если у вас там есть какие-то большие миссии в жизни миссия мощь поэтому чем быстрее вы выйти на свой путь тем быстрее у вас будет турбовлет к вашему успеху богатство и счастье у меня ощущение что нет талантов что нет талантов вот вот этот ваш миф могу развеять за две минуты вот просто за две минуты что у вас нет талантов минимум 10 ваших талантов вам дам минимум не сейчас не в рамках выбираем в принципе могу вам теперь скажите вот пожалуйста наоборот кто в своей жизни встречал таких людей которым вроде бы похвастать нечем ну то есть точки зрения общества там и квартиры нет шикарной там да допустим и зарплата не за и а человек почему-то счастлив нонсенс какой-то с точки зрения общества да счет она такая счастливая да и похвастаться даже нечем были такие вот примеры в жизни 11 строго желательно вытянут свой путь строго желательно а да и вы человек талантливый во всем и даже в ощущении что ему чего-то не хватает совершенно верно спасибо вам так теперь если в вашем окружении такой человечек который с вашей точки зрения ну вот на сто процентов успешный человек а все у него хорошо ну все ну просто любо дорого на него посмотреть и вы бы хотели быть на месте этого человека вот так же быть успешным счастливым богатым есть такой реальный человек вашей жизни нет а это грустно это опасный сигнал тут вам дам такую фразу пусть просят меня ваша ваши друзья и ваши знакомые да не общайтесь с теми людьми которые не верят вас и вашей мечты то есть который вас не отрияет человек который не тянет вас вверх не поддерживает вас в свете ну это отдельная тема разговора про окружению на овиге на судьбу человека в большей степени влияет два фактора пожалуйста и какие два фактора на судьбу человека в большей степени влияет два фактора Быстро пишем. Что, что, что именно? Пишем. Какие два фактора влияют на судьбу человека? Лена считает, что везение. Окружение Елены. Близко, светость близко. Смотрите, на судьбу человека принципиальным образом влияют два основных момента в его жизни. Люди, с которыми он общается, книги, которые он читает. Скажем так, знания, которые он загружает в свой бортовой компьютер. Потому что то, что он загружает, влияет на его точку мышления. Теперь смотрите. То, что мы получили сегодня, это результат наших мыслей вчера. Это то, что мы себе надумали вчера. От качества наших мыслей сегодня зависит качество нашей жизни завтра. Кто услышал меня, поставьте плюсы. От качества наших мыслей и наших поступков сегодня зависит качество нашей жизни завтра. Значит, если сегодня нас результат не радует, то сегодня мы должны что сделать, девочки? Если вы будете делать то, что вы делали вчера, вы получите точно такой же результат, как сегодня. Но если он вас не удовлетворяет, значит, если вы хотите получить результат, которого вы сейчас не имеете, вам нужно делать те действия, которые вы пока не делали. Кто со мной согласен? Пятерку ставим. Кто со мной согласен? Поменять все мыслей. Конечно. От качества мыслей зависят наши поступки. От поступков зависит, какое мы решение принимаем, куда мы повернем в этой жизни. Вот так и складывается наша жизнь. Здесь лопухнулся, здесь не то решение принял, здесь не увидел возможность, здесь мог бы немножко поактивнее быть, а сидел, ждал с моря погоды, да? И вот кривая вывела совсем не туда, куда ты хотел в жизни. Вот так и ткется полотно нашей жизни. Хорошо. Так, теперь я уже задавала вопрос по поводу нестандартности, да? Кто себя чувствует нестандартным человеком? Сейчас для всех тех, кто сказал, что нестандартный человек, еще раз повторяю эту мысль, которую уже сказала. А наша нестандартность, это наша эксклюзивность, наша задача. Развернуть свою нестандартность в сторону нашей блестящей эксклюзивности. Упаковать это все и предъявить свою эксклюзивность миру, да? Найти ту область, где мир готов заплатить за нашу эксклюзивность. Наша задачка. То есть монетизировать свои таланты. В целом, задача вот так, если хочется так и говорить. Так, теперь давайте мы перейдем вот непосредственно к нашей теме. Напишите, пожалуйста, что такое есть успех для вас. Успех это. И напишите как минимум три фразы. Это. Тут, 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 через запятую. Что вы считаете успехом? В вашем понимании, что есть успех? Так, пишем. Ирина, на ваши вопросы отвечаю «да». Сейчас я вдохновляю, веду, все делаю, все делаю. Танечка написала «Успех это самореализация». Надя написала «Достижение своих целей». Простите, вот так мы делаем. Как работает мышление? Оля пишет. А как это относится к нумерологии? Сейчас узнаем-ка. Сейчас узнаем-ка. Оль, узнаем-ка. Так, Ирина пишет «Творить и чувствовать себя счастливой, даже когда ты все-таки устала». Вот смотрите, вот что такое успех с точки зрения Ирины, да? Наташа пишет «Это получать радость от того, что делаешь». Таня, успех от получения радости от того, что делаешь, это изменение образа жизни и окружения. Ирина, это ощущение счастья. Мило, чувство удовлетворения. Алла пишет «Ступень в жизни очередная, да? Для надежды это достижение своих целей». Видите, да? Посмотрите, какие мы разные. Какие мы разные, да? У нас у каждого есть свое понимание, что есть успех. Что есть успех. На самом деле, действительно, у нас разный дизайн, у нас разное представление жизни в целом, и о счастье и успехе в том числе. Поэтому у каждого из нас свой успех. Там свои дистанции. Что такое есть успех? Никакого смысла гнаться за шаблонным успехом не имеет. Потому что то, что является успехом для одного человека, является провалом в жизни для другого человека. Полным провалом. Понимаете? У каждого из нас свои компоненты в этой формуле успеха. То есть, что там должно быть, чтобы человек чувствовал себя счастливым, счастливым, реализованным в этой жизни, был бы богатым, был бы богатым, и чувствовал себя реализованным на 100%. У каждого свои компоненты в этой формуле. И очень важно двигаться именно к своему успеху, а не к тому, что в обществе или в нашем окружении считается успехом. Вот, к сожалению, есть такая категория людей, которые живут по навязанным шаблонам, программам и представлениям о том, что есть счастье и успех. Но почему так происходит? Мы, люди, FOMA SAPIANS, мы все социальные создания. То есть, мы живем в обществе, и поэтому мы хотим или нет, мы впитываем все то, что есть в этом обществе. Так в рассол. Как огурец, попавший в трехлитровую банку с рассолом. Он пропитывается этим рассолом, и в конце концов, сначала он становится малосольным, потом становится соленым огурцом. Так вот, мы, находясь в обществе, мы попадаем в определенный рассол. Хотим мы или нет, мы впитываем все это в себя. И вот мы проходим как бы через социальные жирнова. Хотим мы этого или нет. И мы как бы то представление в обществе, которое есть, или которое нам навязывается, допустим, средствами массовой информации или телевидением, мы как бы принимаем к сведению. Каким-то образом это на нас влияет. Или вот, к примеру, телевизионные программы, которые мы смотрим, чаще всего, естественно, не напрямую, а как бы косвенно, эти программы ненароком, как бы ненароком транслируют версию, на тему, что такое есть успех и что такое счастье. Достаточно посмотреть, допустим, последние фильмы и последние телевизионные передачи для того, чтобы прийти к выводу. К примеру, что вот для молодых женщин, для молодых женщин, по крайней мере, живущих на территории или подсоветского пространства, в наше время одним из показателем успеха в жизни является муж-миллионер, дом на рублевку и отдых на Канар. Ну, такой как бы транслирует нам имидж, что вот это должно быть успехом, да? Хотя на самом деле не каждую женщину муж-олигарх, шикарный дом в стежном районе и экзотический лоббик на островах делает счастливым. Ну, не каждую женщину. И не каждой женщине это надо. Понимаете? Да, но тем не менее, вот такая версия успеха все-таки навязывается нам телевизионными программами. Как минимум, телевизионными программами. Вот я к чему это говорю? Вот то, что для многих является успехом, для вас, возможно, таковым абсолютно не является. Вы наверняка встречали такие примеры в жизни, когда с точки зрения общества у человека все было. Образно говоря, вот как бы он мог бы быть, как говорят, вот жизнь удалась и все в шоколаде, да? И деньги водятся, и дом шикарный, и статус завидный, а жизнь, ну, не радует, абсолютно не радует. Вот у вас в жизни есть такие примеры? Так все вроде бы хорошо у человека, а он ходит все время с кислой физиономией. Он чем-то недоволен. Вот чему-то ему в жизни все время не хватает. Я думаю, что такие вот примеры в жизни наверняка у вас есть. Как вы думаете, вот какой вывод напрашивается в связи с этим? Если уж и стремиться к успеху, то к своему, а не чужому. Стремиться к тому, что именно важно для вас. Для одного – это творческая самореализация или самовыражение своего творческого потенциала. Для второго – это гармоничные взаимоотношения в семье. Крепкая, дружная, большая семья. Это гармоничные взаимоотношения. Для третьего – это яркая, наполненная жизнь. Для кого-то – это путешествие, дух свободы. Для четвертого – успех – это достижение каких-то очень высоких целей в профессиональной области. Допустим, стать первым в профессиональной сфере, как Стив Джобс, к примеру, основатель компании Apple, был первооткрывателем в своей области. Чужого успеха – это финансовое независимое. То есть мы все разные. У нас потребности разные в жизни. Сейчас я вам скажу кратко, на мой взгляд, какие есть причины, почему неразумно стремиться к чужому успеху. Как бы это неэффективно. Будем говорить с точки зрения практики. Практика – как разумно, эффективно использовать свой потенциал, энергию и время своей жизни. Вот через призму вот эту сейчас посмотрим. Вот на этот вопрос. Почему неразумно стремиться к чужому успеху? Смотрите, есть риск, что вас результат не порадует. Вы это получили, тот результат, чему вы стремились в тот же дом, допустим, шикарная квартира в центре города, завидную должность, все. Вас это не радует, потому что это была навязанная цель, это вообще не ваша цель. Вы как бы выше не на ту орбиту, и пришли не к тому результату, который вообще в принципе вас может порадовать. Вторая причина такая. На гонку за чужим успехом могут идти годы вашей жизни. Очень часто, вот обратите внимание, человек выходит на пенсию, начинает болеть, хандра, да, смотрите, пока он был в системе, пока он что-то делал, пока ходил на работу, что-то от него требовали, он как бы был в струе, да, как только вышел, а у него никаких целей в жизни нет, увлечений никаких нет, смысла никакого нет в жизни, и человек начинает болеть. Третья причина такая. Вы плывете против течения, а это энергозатратно. Когда вы стремитесь к чужим целям, образно говоря, вы играете на чужом поле. Там нет у вас ресурсов стать победителем. Вы можете стать победителем, но очень мало шансов для этого. Вы как бы с надрывом идете по жизни. Как рыба, которая плывет против течения. Сильный поток в одну сторону, а ей приходится выскакивать, подпрыгивать, да, и очень много энергии на это уходит, и какая-то часть стаи погибает, погибает. Даже не доходит до конечной цели. Так вот, когда вы идете к чужим целям, вы плывете против течения, теряете много энергии, да. Это не есть эффективно, правильно? Далее. Имеет смысл прийти именно к своему успеху, чтобы не было грустно, забежала безрадостно в прожитые годы. Вы знаете, вот здесь в качестве аргумента приведу вам такую статистику. Одна женщина, американка, которая работала в хосписе, медсестрой, и, знаете, помогала людям вот последние дни части своей жизни, те, которые были тяжело больны, вот уходили из жизни. Она с ними вела беседы о жизни, о душе, о том, что их радовало жизнь, что не радовали, чего они достигли, чего не достигли. Ну, как-то вот помочь им уйти в мир, ну, как бы на хорошей волне, на позитивной волне. То есть она их как бы поддержила. Вы знаете, вот о... результатом вот этой работы она написала книгу, и смысл этой книги заключался в том, что очень много людей, очень много людей, на момент, когда они уходили из жизни, сказали, что они... сожалеют о том, что они не жили, у них не было времени жить. То есть они как бы слишком много думали о цифрах, в смысле о материальном достижении. Какая зарплата, какой у меня дом, какая марка машины, насколько круто я там выгляжу в обществе и так далее. И как оказалось, вот в конце жизни это было совсем не важно. Не важно. И их совсем не радовало то, что у них был очень красивый дом, что у них была какая-то, какая-то престижная доля. Вот это, эти все парты в жизни, их не радовали, не согревали. Ну, это грустная такая тема, да, не будем долго о ней говорить, просто скажу, что не хотелось бы, чтобы в финале жизни, когда уже идут титры нашей жизни, уже фильм о нашей жизни заканчивается, мы сидим и думаем, да, вот хотела там научиться танцевать танго, поэток в Аргентину, научиться танцевать аргентинское танго, путешествовать там, мило, троиться, чудо-цветное путешествие, чего-то, чего-то достичь в своей жизни или сделать прием для бездомных собак, и так я этого не сделаю, да, вот не хотелось бы, чтобы кто-то из нас был в такой ситуации. Поставьте плюсик, если здесь вот вы согласны со мной, да, что абсолютно не имеет смысла идти к чужому успеху, да, потому что годы жизни уйдут, а результат нас не радует, и это грустная ситуация. Так, а пятая причина, вот почему неразумно стремиться к чужому успеху, у нас в принципе всегда есть выбор, да, быть творцом своей жизни, быть главным режиссером своего фильма, быть автором своего бестселлера, архитектором своей судьбы, или занять в жизни пассивную позицию, сложить лапки и сказать, ну, куда кривая выводит, ну, как получилось, так получилось. А куда вот это кривая выводит, мы сами знаем, часто туда, куда хотелось бы, да, так у нас есть право выбора, и мы всегда вот на любой точке своей жизни можем, можем, можем принять решение, которое может что-то поменять в своей жизни. Ну, конечно, если у вас 89 лет, и вы лежите в коме, уже поздно, я понимаю, да, но даже в 55 лет, и даже в 60 лет, нужно что-то добавить в свою жизнь, чтобы краски в жизнь добавить. Товарищи, те, которые старше, тем, которых 50, или еще лучше, поставьте плюсик, если меня услышали. В 62 года, у меня есть пример, в 62 года человек бизнес начинал, шикарные результаты добивался, да, шикарных результатов, да, добивался, и счастлив, находится в состоянии полета. У меня просто нет времени все эти истории рассказывать успеха. Поверьте просто, что они есть, они есть. Хорошо? Никогда не поздно, никогда не поздно. Угу. Хорошо. Итак, мы уже поняли, почему не имеет смысл, не имеет абсолютно никакого смысла, то есть это нерационально, неэффективно, это глупо, глупо, но как минимум не мудро, да, стремиться к чужому успеху, имеет смысл стремиться к своему успеху. Теперь у меня такой вопрос. Знаете ли вы свою форму успеха, что входит именно в вашу формулю? Какие там должны быть компоненты? Вот чтобы я чувствовала себя счастливой, к примеру, мне нужно, чтобы у меня были яркие, такие, незабываемые впечатления, путешествия, общение с интересными людьми, чтобы я понимала, что я делаю какой-то вклад в жизнь других людей, что я как бы изменяю жизнь других людей, что у меня есть какое-то развитие, да, то есть само по себе материальное благосостояние, вот дай мне особняк, дай мне миллион долларов, да, а лиши меня всего того, что я вот сейчас вам сказала, мне будет очень грустно. Особняк мне этот радовать не будет, ну не будет, понимаете? Так, Алла пишет, здоровье и деньги. Так, у кого еще какие компоненты там должны быть обязательно? Аня, это мало, здоровье и деньги, это вот так, не копнули мы еще туда, там гораздо больше компонентов, да? Теперь смотрите, вот почему важно знать именно свою формулу успеха, что лично для вас является успехом, и самое главное, какие у вас есть ресурсы для того, чтобы к этому успеху прийти как можно быстрее с наименьшими усилиями с вашей стороны. Вот это нужно обязательно знать, да? Так вот, в том случае, если вы знаете свою формулу успеха, какие компоненты туда входят, да, то тогда риск погнаться за чужим успехом будет минимальным, минимальным, правильно? То есть, скорее всего, наш результат будет радовать. Вот, кстати говоря, чтобы мы пришли к своему успеху, у нас есть для этого ресурсы. Эти ресурсы называются ваши сильные стороны. То есть, это то, что поможет вам добиться успеха. Эти сильные стороны есть у всех, но у каждого из нас своя неповторимая комбинация, свой набор инструментов. Нам дали эти ресурсы, эти таланты, дали нам. Эти способности нам дали на момент рождения. Есть еще приобретенный навык, который мы по ходу жизни еще приобрели. Это тоже часть наших сильных сторон, но у нас есть врожденные способности, которые нам дали для того, чтобы мы в этой жизни были счастливы. Ни один человек не пришел в этот мир для того, чтобы быть несчастным. Ни один, и вы в том числе. И у нас для того, чтобы быть счастливыми, успешными и богатыми, есть все ресурсы. Как я уже сказала, у каждого своя неповторимая комбинация. Свой набор инструментов. Для высокоэффективных людей понятно, что строго желательно знать свой набор инструментов. Первое. Знать, какой набор у меня есть. Второе. Знать, как ими разумно использовать, как их использовать, какими распорядиться этими инструментами. Как их использовать для того, чтобы прийти к своему институту. Вот как показала моя коучинговая и нумерологическая практика, преобладающая большинство из тех, которые пришли ко мне, с запросами или с какими-то жизненными ситуациями. Ну, к примеру, чаще всего приходят с какими запросами? Улучшить свое материальное состояние, создать дополнительный источник дохода, создать свой бизнес, стать востребованным, высокооплачиваемый эксперт в профессиональной области, найти дело в душе и найти свое предназначение. Вот те люди, которые приходили с этими запросами, вот большая часть из этих людей не знали свои сильные стороны. Другими словами, они не знали, какие у них есть ресурсы, какие у них есть инструменты для решения поставленных задач. Вот в связи с этим, то есть когда вот я это все проанализировала, где люди буксуют чаще всего, где они спотыкаются, где они спотыкаются, вот чего им не хватает. Когда вот это вот, как бы результаты этой практики, да, очень, говорю, нумерологически проанализировала, я пришла к выводу, что очень важно выделить вот эту часть, сделать такой тренинг интенсив, ваша личная формула успеха, где сделать отдельным модулем ваши сильные стороны. Если человек не знает, что у него есть для того, чтобы прийти к успеху, а это у него уже есть. Представляете? Нонсенс. Человек сидит на, скажем так, на сундуке с золотом и жалуется на жизнь, что жизнь не удалась, почему-то он не счастливый, не богатый, не успешный. А в это время он сидит на сундуке с золотом. Вот сундук с золотом это ваши сильные стороны. Поставьте плюсик, кто мне услышал про сильные стороны. Понимаете, да? Эти ресурсы есть. И поэтому вот в тренинге специально сделали такой модуль отдельный ваши сильные стороны, где будем обнаруживать эти сильные стороны, вытащим, вытащим. Так, теперь у меня к вам вопросы. Для кого из вас актуальны такие задачи? Я вам сейчас прочитаю задачу, и вы внимательно слушайте. Если у вас есть такая задачка или запрос, или проблема в жизни, ключик ставите, хорошо? Скажите, пожалуйста, у кого из вас в настоящий момент жизни есть одна из перечисленных задач? Улучшить свое материальное благосостояние, создать дополнительный источник дохода, создать свой бизнес, стать востребованным высокооплачиваемым экспертом в профессиональной области, ну, каждый в своей, конечно, да, найти свое дело по душе или монетизировать свои таланты. У кого такая задача сейчас актуальна в жизни? Надя, Оля, Мухаббат, Надежда, Кения, Вера, Зухра, Алина, Резмила, Оля, Ирина, Ирина. Так вот, девочки, для решения, мальчики, для решения этих задач вам строго желательно сделать ставку на свои сильные стороны. Вот почему важно сдать свои сильные стороны? Вот эти задачи для вас актуальны, которые я сейчас перечислила, да? Вот для тех, для всех тех, кто поставил курицу, для кого эти задачи актуальны, дисциплиально важны, то есть полезно, полезно было бы узнать свои сильные стороны. Почему? Дело в том, что когда мы профессиональной деятельностью чем-то занимаемся, и у нас свой бизнес, нас всегда окружает конкурентность. Да? И если в вашем деле или в бизнесе вы не используете свои сильные стороны, вы обречены на провал. Вот помните фильм «Секрет», знаменитый «Секрет»? Фильм, да? Так вот, Джон Асараб, один из участников, один из главных действующих лиц этого фильма, сказал, 90% людей, которые не могут вести свой бизнес, которые раздаряются в бизнесе или не добиваются успехов в профессиональной области, это те люди, которые не знают свои сильные стороны. Не потому, что им не повезло, не потому, что кризис, не потому, что тема была или идея была нехороша, а просто потому, что они в своем бизнесе или в своей деятельности не сделали ставку на свои сильные стороны. Они просто не знали, так вот, смотрите, если вы делаете ставку не на свои сильные стороны, а на свои плавные стороны, вас просто сидят конкуренты. Вы играете на чужом поле. У вас есть козырные карты, а вы их даже не достали, вы им не пользуетесь в игре, а одними шестерками играете. Так вот, чтобы построить успешный бизнес или чтобы добиться успеха в профессиональной области, нужно сделать так, чтобы ваша деятельность или ваш бизнес строился на базе ваших сильных сторон. то есть, вывод такой, если вы хотите добиться успеха, особенно в профессиональной области, то нужно сделать ставку на разбитие своих сильных сторон. Это своего рода плечо силы. Плечо силы. Если вы помните из школьных уроков по физике, то там срабатывает такой принцип. Слегка нажал на плечо силы и получил наилучший результат с наименьшими усилиями с вашей стороны. Я думаю, что здесь все понятно, почему так важно знать. А самое главное, амортизировать свои сильные стороны. Каждый из нас хотел бы получить наилучший результат с наименьшими усилиями. Я верно вас понимаю, да? Напрягаться-то никому не хочется по жизни. Кто из вас хочет получить лучший результат с наименьшими усилиями? Плюсики поставьте. Я лично за то, чтобы самым коротким путем и самым экологичным путем прийти к поставленным целям. Лишнее телодвижение, лишнее время жизни и энергию в заветом чужие цели или прийти туда, куда можно за один год, я туда не пойду за 10 лет. Зачем выбирать такие сложные варианты? Я за короткий, самый экологичный путь. Хорошо. Я думаю, что здесь понятно, почему важно знать вот эти сильные стороны, а самое главное их амортизировать, использовать, не просто узнать, а применить. И каждый из нас хотел бы получить наилучший результат с наименьшими усилиями с нашей стороны. Это понятно, это логично, это эффективно. А я сегодня вот что сделаю. Я вам сегодня сделаю шеф-стропку даты нескольких людей из разных профессиональных областей. Эти люди известны, богаты, успешны и реализованы души Эвереста. У этих людей разное направление деятельности, разный возраст, разные жизненные истории, но есть у них что-то одно, что их объединяет. Они все добились своего успеха. А почему они добились успеха? Вот именно то, что в них было заложено. И врожденные способности, они это как раз использовали. То есть, как я говорю, амортизировали все свои врожденные таланты и приобретенные навыки на все 100%. Я через призму нумерологии. У меня вначале был вопрос, в чем нумерология и успех? Вот сейчас на этот вопрос отвечает. Настало время ответить на этот вопрос. Я вам отвечаю на него. Смотрите, дело в том, что наша дата рождения абсолютно не случайна. В этой дате рождения зашифрована очень секретная информация. Строго и желательно сделать расшифровочку, узнать, что там такое. В этой дате есть определенная информация, к чему у нас есть предрасположенность. То есть, какие изначально качества были заложены в нас на момент рождения. Они есть. Просто один человек узнал, что у него есть, распаковал этот сундук с преданным и применил, и получил результат, а другой человек сидит на сундуке с преданным и жалуется, что жизнь не удалась. Понимаете, да? Он даже их и не распаковывал. Он не знает, что у него там есть. Сегодня подойдем вот к тому, какие у вас вот врожденные. У человека, у всех, у всех у нас есть врожденные таланты. И у нас у всех есть предрасположенность к чему-то. Сейчас вам просто расшифрую три даты известных людей и покажу вам, как можно расшифровать эту дату и какого типа информацию можно оттуда получить. В данном случае, поскольку мы говорим про успех, да, то есть, как можно или расшифровать, в какой профессиональной области у человека может быть успех, то есть, к чему у него есть предрасположенность. Хорошо? Дальше. Теперь смотрите. Вот вам первая дата. Первая дата. Что вот я здесь вижу, да, в этой дате? Ярко выраженная индивидуальность. Человек, который точно знает, чего хочет получить от жизни. В высшей степени интеллигентный, благородный человек с огромным потенциалом вдохновлять людей на изменение к лучшему. Есть потребность все в своей жизни делать с максимальной отдачей, с наилучшим результатом. То есть, результативный человек, эффективный, врожденное чувство гармонии и красоты, обостренное чувство сопереживания, искреннее желание помочь человеку, способность настраиваться на волну этого человека, экстрасенсорные способности, возможность получать озарение. Великолепная просто комбинация развитой интуиции и аналитического ума. Для этого человека возможно вести в бизнес, но если в бизнес вести в лучшем партнерстве, потому что великолепный партнер. Еще о чем в этой дате вот вижу сейчас, в расшифровочке могу вам сказать. Человек, стремящийся к совершенству во всем, который в принципе не может делать, как попало. Если что-то делает, то делает очень хорошо. Благоприятное профессиональное поле деятельности там, где видение играло бы большую роль, а также там, где можно вдохновлять, просвещать людей и вести их в лучшую жизнь. Есть врожденный потенциал миротворца, просветителя и духовного наставника. Великолепная энергия, которой хватит не только на поддержание своего здоровья, но и на реализацию своих жизненных планов, но и даже на то, чтобы делиться этой энергией с другими людьми. Кроме того, у этого человека очень высокие шансы стать знаменитой, я сразу говорю, это женщина, причем еще в возрасте до 34 лет. Девочки, вот все, кто сейчас написал свои даты рождения, их сейчас расшифровывать не буду, у нас времени нет, у нас время поджимает, у нас там следующий список, поэтому все те, кто написал свои даты рождения, у меня будет для вас приглашение, у нас будет как раз вот тренинг, на котором я буду делать расшифровку, вот так же, как я сейчас делаю вот этой женщине, этой знаменитости, я сделаю расшифровку для вас, по всем вашим датам рождения, в рамках тренинга, да, всем сделаю эту расшифровочку, хорошо, потерпите немножко, в начале августа у нас будет этот тренинг, вы можете присоединиться, пока еще есть несколько мест, мы 10 человек, потому что индивидуальная работа будет, там большая работа будет сделана за кадром, то есть каждую дату рождения я должна шифровать и выудить информацию, вот так как я сейчас говорю вот про эту женщину, я вам ваши характеристики, ваши врожденные характеристики дам вам, хорошо? Так вот, я сейчас прочитала, вернее, прочитала расшифровку этой даты рождения, это реальная женщина, вы ее все понимаете, есть ли у вас какие-то предположения, о ком идет речь? Или на кромочках? Теперь у меня к вам вопрос. Вот как вы думаете, как вы думаете, вот Евелина Хромченко, использовала ли она свои врожденные способности, свои таланты в своей профессиональной деятельности? Как вы думаете? Конечно, совпадаем. То есть ей удалось распорядиться с этими врожденными качествами на 100%. Вот, то есть она распорядила свой потенциал, она как раз на своем месте, да? А теперь еще такой вопрос. Если бы вам кто-то дал вот такую информацию, такую расшифровку ваших врожденных качеств, как вы думаете, вам бы это помогло в жизни или нет? Помогло бы вам это в жизни или нет? Конечно, да. То есть, смотрите, когда человек приходит и говорит, ну вот вам и конкретно скажите, ну какая профессия? Если вы, например, думаете, что вы придете к астрологу, нумерологу или коучу, и он вам скажет, вы должны работать помощником бухгалтера в ЖКХ номер 3 города Вологды. Я вас хочу разочаровать. Такой конкретной, точной, ограниченной информации вам никто, скорее всего, не дат. Он не может вам дать. Он вам даст характеристики. Характеристики определенные, да? По которым, по этим характеристикам можно понять, в какой области вы могли бы преуспеться. Понимаете, да? Допустим, у вас есть дар вдохновлять людей, вы генератор идей, вы можете очень хорошо продуцировать идеи, вы можете вдохновлять людей. Значит, вы делаете вывод, да? Или, например, я могу подсказать, я скажу, вы хороши на этапе стартапа, то есть организовать бизнес, вдохновлять людей, набирать команду. Но как организатор и как администратор вы будете не очень хороши, потому что вам просто это неинтересно. Вам просто это неинтересно. Вы творец, а не администратор по натуре. Соответственно, вам лучше начинать, начинать бизнес, а затем либо партнеру его передавать, и начинать новый бизнес. Вы хороши на этом этапе, где вы создаете новые идеи, вы очень легко генерируете идеи, вы вдохновляете людей. Ваше место вот здесь. К примеру, если вы будете работать с помощником-бухгалтером в ЖКХ номер 3, для вас это будет очень грустная ситуация, потому что вы будете бороться с собой, вы будете себя заставлять, а на самом деле вы могли бы быть в другом месте. У вас подсказал совсем другой области. Так, вторая дата рождения. Давайте разберем еще одну дату рождения. Вот такая дата. Человек родился 28 октября 1986 года. Вот что я здесь вижу, да, врожденный в характеристии такие. Лидер, однозначно лидер, ярко выраженный индивидуальный, везучек. Вот это везучек. Ему улыбается партнер. То есть много будет таких ситуаций, когда просто ему, скажем так, он оказался в нужном месте в нужное время. Название его жизненной игры «Большой бизнес». У него стратегическое мышление, высокий уровень амбиции и большой масштаб личности. То есть человек такой, который как бы, у него очень, у него очень амбициозные планы. Старается все делать на высоком профессиональном уровне. Может результатовать себя, свою жизнь и других людей. Старить на все. Все, что он делает в жизни, он делает профессионально. Да, в его жизни возможен завидный успех предпринимательский. То есть бизнесмен высшей пробы просто от рождения. Очень благоприятно на его успех повлияет партнерство. Также вижу в дате рождения, что в возрасте до 28 человек человек мог бы стать знаменитым. Смотрите, Азамат Ушаму. Кто его знает, кто в инфобизнесе, тот знает этого человека. Человек в очень раннем году, в очень раннем году, добился потрясающих результатов в бизнесе. стратегическое мышление, большой бизнес, еще в раннем возрасте до 28 лет. Все он это уже создал. Понимаете? Еще одно. Теперь я вам сказала, что из разных областей вам дам. Вот эта девушка, родилась 9 февраля 1969 года. Что я здесь вижу? Ярко выраженная индивидуальность. Человек, который точно знает, чего он хочет от жизни. Победитель и достигатор по духу. Человек, который создает себя, свою жизнь по своему плану. Он точно знает, чего он хочет в этой жизни. И может планировать и строить свою жизнь по своему плану. Человек, живущий по принципу. Вижу цель, вижу препятствия. То есть препятствия в жизни будут. Преодолевает их легко. Легко. Сентезиазмом. У этого человека есть число знаменитостей. И, то есть, скорее всего, человек будет знаменитым. Есть у него такое, да, в его жизни. И очень необычное сочетание. С одной стороны, лидер, да. С другой стороны, есть мягкая женская энергия. Великолепный партнер как в жизни, так и в бизнесе. Есть чувство ритма и жизненного баланса. Вот у этой женщины, в возрасте до 35 лет, в 5 лет высокие шансы стать знаменитой. Есть тоже определенный уровень визития. Но это неприятное важное у этого человека. Самое главное, что этот человек живет по принципу все в моих руках. Все в моих руках. Невозможно, возможно. Вижу цель, вижу препятствия. И вот смотрите, кто это. Ирина Слудская. Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка. Кто знает его биографию? Скажите, как вы думаете? Ирина Слудская. Ее жизнь совпадает ли с описанием той расшифровки, которая вам только что дала? И как вы думаете, эта женщина использовала свои врожденные способности или нет? А то, что она успешно знаменитая и богатая, уже никто не сомневается. Вот скажите. Скажите, вам нужны еще принципы? Или вы уже понимаете, что ваши даты рождения на самом деле есть очень важная информация, есть подсказки относительно ваших врожденных талантов? Относительно ваших врожденных талантов. Вы понимаете, мощь этой науки? то есть если правильно расшифровать, там будут какие-то подсказочки, да? Кто из вас понимает? Поставьте плюсики, кто не понял, минус поставьте, честно просто скажите. И я приму любой вариант ваш, да? А теперь у меня такой вопрос. У кого из вас появилось желание, да? А еще лучше, такое конкретное намерение срочно расшифровать свою дату рождения, да? У кого такое желание появится? Что там про меня, там рассказывает моя дата рождения? Кому я захотелось? Хорошо, у меня, Наташа, Кристина, красненькая, Надежда, Духра, ну, баба. Ну, вот, отлично, да? У кого появилось такое желание, я сделала хорошую плавочку, вот, отлично, да? Как раз вы находитесь в нужном месте, в нужное время. В начале, в начале августа 6-го числа начинается такой тренинг в интенсии. Ваша личная формула успеха. Там будет отдельный модуль, ваша формула, ваших всех сторон. В этой формуле 5 компонентов. Все эти 5 компонентов мы вытащим, то есть вы про себя, все это будет от нас, да? Первый компонент это ваши врожденные талантные способности. Чаще всего это тот, где буксуют все. Когда начинаю спрашивать, ну, какие у вас таланты, какие у вас способности, все так, вот как ни странно, да, этот вопрос обычно приводит человека в состояние ступора, да, и человек приблизительно так отвечает, да, дает у меня никаких особых талантов, да, выступить как луча на повороте не могу, такой болезненный, как моя председательство никогда не стану, писать картины так же живописно, стандартно, как вангог, точно не могу, способность музыки как у Ивакова точно не имею, в общем, без талантов, чаще всего человек отвечает так, да, вот честно признайтесь, кто думает, что никаких талантов нет, ну, никаких особых талантов в жизни нет, и вы как бы живете так с такой грустной мыслью, не повезло, что на момент рождения вам как бы забыли выдать пакет с талантами, да, вот с приданным, забыли выдать этот пакет, или родители, или ваши родители в спешке этот пакет в роддоме оставили, у кого грустная такая мысль когда-то приходила в голову? Была такая мыслька? Нет. Вот, знаете, вот могу вам дать вот 99% гарантии, что как минимум 10 талантов у вас откопаем. Минимум 10 талантов. Минимум. И, конечно, эти таланты желательно бы использовать по назначению всего блага как с людьми. нужно делать три последствия, на самом деле, три последствия. Первое, обнаружить эти таланты, второе, применить эти обосрадоваться реакциям. Кто это понимает, это плюсики. когда человек шикарная связь, ты как бы специалист тонкого мира, эксперт в тонком мире, то есть у него шикарная индуиция, у него напрямую есть связь с небесной канцелярией, образно говоря, то есть у нее есть возможность разговаривать со своими ангелами-хранителями, с небесной канцелярией, с Богом, с Творцом, со своим высшим я, ну как хотите это, с интуицией, как хотите это называйте, да, с высшим сознанием, ну у нее этот канал открытый, у нее очень мощное это есть, плюс у нее есть чувствительность, которая сейчас на том месте, где она работает, где ее как-то мимиконизм является, она работает на металлургическом заводе, да, то есть она совсем не там, где могла бы быть, а у нее шикарная энергия, великолепная интуиция, склонность к яснознанию, гиперчувствительность, и прямой выход на, скажем так, тонкий миг, то есть у нее есть вот такие задавки от рождения, но к сожалению, да, но к сожалению в своей жизни, то есть в профессиональной деятельности, где она сейчас, она все это не применяет, не применяет, и что же получается у этой женщины в жизни, болезни, не удовольствие с собой, жизнь далека от того, чтобы быть в шикараде, ну как бы с трудом, да, ты была бы хороша в тех областях, к примеру, либо в психологии, либо там, где нужно иметь интуицию, как бы выйти в такую сферу, где можно получить подсказки, интуитивные подсказки, да, это будет психология, это может быть коучинг, это консультирование, да, особенно по всем женским темам, то есть у нее есть еще способность, знаете, настраиваться на волну человека, она как бы быстро настраивается на волну человека, эмпатия, то есть она действительно хочет помочь человеку, сразу это вызывает доверие, человек открывается и рассказывает такие секреты, о которых он вообще никому не рассказывает, да, то есть она как бы коуч, наставник, в психологии была бы хорошая, вот эта твоя область, ты вот там бы точно преуспела, а знаете, я интенсивно вышла вот как-то на психологию, начала заниматься, курсы проходила, очень много денег заплатила, чтобы как-то на этом сделать бизнес, да? Но у нее не пыталась, то есть она не знала, как бы рефлексировать, где ее сильные стороны, в чем, в чем. Она делала старт, и совсем не на то. Знаете, я уже начала как бы этим заниматься, это мне люди часто приходят за советом, я им помогаю, но я никогда ни одной из детей на этом не получила. Значит, слушайте вот сейчас внимательно. Наша встреча происходила, у нее это было утро, а у нас это была ночь. Наша встреча закончилась в 2 часа ночи по Дэнскому времени. А у меня утром. Когда я утром в 7 утра, в 7 утра подошла к компьютеру, в скайпе было сообщение, Ирина, можно к вам позвонить, у меня для вас произошло что-то необыкновенное в моей жизни, 3-5 знака. Я почитала и думаю, что там такое интересное произошло, но интуиция мне подсказала, что что-то хорошее, ну как-то вот легко, да? Что-то хорошее, ничего там плохого нет, но мне самой было интересно, что могло произойти за 5 часов после нашей встречи. После того, как этот человек узнал, какие есть таланты у него, да, в чем ее эксклюзивность и в какой области она могла бы, ну как бы, вот скажем так, на своем профессиональном поле. Чему у нее есть предрасположение? Ну за 5 часов, понимаете? Я пишу, звони. Она звонит и говорит, Ира, вы знаете, что было? Говорю, а еще во время встречи, когда мы это сказали, я ей дала 3 задания. Ты должен сделать вот это, вот это и вот это. Она говорит, после нашей встречи я такая окрылённая, я поняла, что я такая талантливая, что у меня, оказывается, очень много есть инструментов для того, чтобы быть успешной и богатой, и реализованной в профессиональном плане. Я выполнила ваше задание и вдруг звонит женщина, которая ко мне уже раз 10 обращалась за помощью, что-то у нее какая-то там личная драма, она ко мне позвонила и говорит, ой, опять плохо, мне нужно срочно с тобой поговорить. Но после того, как моя клиентка, да, узнала о своих талантах, о том, как ей это все подавать, свою эксклюзивность и свои таланты, она уже знала, как вести разговор и в чем ее сильно, на что сделать ставочку, в смысле, как помочь человеку наилучшим образом, какие у нее для этого есть инструменты, да? Она говорит, хорошо, приезжай, давай, помогу. Приехали, она говорит, Ирина, я провела сессию на таком подъеме, и получился такой результат, когда женщина, которая уже 10 раз к ней обращалась за помощью, да, никогда ни одной копейки ей за это не платила, да, уходя, эта женщина ей оставила в конвесторе. Как вы думаете, сколько было в конвесторе денег? Денег? Сколько денег было в конвесторе? Ну сколько ей заплатили за эту конвестору? Никогда ни одной копейки она на этом не зарабатывала. Ваш вариант напишите. 30 тысяч. 30 тысяч. Для женщины, которая живет в потенциальном городе России, это немало всего, это хорошие деньги. Поним? Поним? А почему это произошло? Она поверила себя. Ее самооценка резко возросла. Она поняла, какие у нее инструменты есть, у нее очень быстро результата. Я вам не скажу, что это как бы стандартный результат. То есть этот стандарт был, как бы сказать, неожиданный. То есть он очень хорошим был, да, такой. Не факт, что у каждого человека так быстро, через 5 часов, такие изменения могут произойти в жизни. Не факт. Но тем не менее, вот такой есть пример, реальный пример. И чаще всего у человека резко поднимается самооценка. Например, одному молодому человеку из Алматы. Я делала такую же расшифровочку и сказала, посмотри, у тебя какие хорошие качества есть. Или числа аналитических способностей. У тебя есть способность увидеть общую картину мира, и ты очень внимательный к деталям. Потом ты очень ответственный человек. Ты шарный исполнитель. Ты очень работаешь в команде, ты можешь работать индивидуально без какой-то помощи. И поэтому, и поэтому у тебя есть очень большие ресурсы для того, чтобы быть в какой-то большой, допустим, компании, да, выполнять определенные обязанности и получать за это достойное вознаграждение. Я спрашиваю, а сколько ты зарабатываешь, где ты работаешь? А он работал в компании, которая делала приложение с удобным телефоном. То есть какое-то программное обеспечение сотовым телефоном. Я говорю, что ты выполняешь? Он говорит, вот это, вот это, вот это. Я говорю, слушай, дорогой, не слишком ли ты дешево себя продаешь? Посмотри, ты выполняешь работу за трех человек. Он говорит, да, я так придумывался. И наша встреча была, сейчас вам скажу, это было в субботу утром по алматинскому времени. В понедельник вечером от его жены я получаю сообщение в скайпе. Она говорит, Ирина, что вы такое сказали моему мужу, что он сегодня с утра, в понедельник с утра, шел к своему шефу, об стол и стал трех повышение зарплаты. Что вы ему такое сказали? Вы понимаете? А что произошло? У человека видение открылось. А, на самом деле, я такой талантливый, у меня на самом деле есть вот такие качества. И на самом деле я выполняю работу за трех человек. Он на самом деле пришел к своему шефу, утром, не бывало, это очень спокойный, застенчивый человек, не бывало действия для него, что-то из раздела фантастики, да, пришел к своему шефу и стал требовать повышения зарплаты. Но он не напрямую, он сказал, смотрите, я у вас работаю 8 лет, я выполняю вот это, вот это, вот это. Я выполняю вот такой круг обязанностей, на самом деле это обязанности как минимум трех специалистов. Наш шеф сказал, да, мы знаем, что мы тебя не заплачиваем, мы давно хотели поднять тебе зарплату. Но у нас просто сейчас такая, знаешь, ситуация на работе, у нас сейчас другие проекты, у нас нет денег, не с чего заплатить. Что произошло дальше? Тогда этот молодой парень понял, он действительно на работе, работает за троих, а зарплату он ему за 8 лет не повысили и даже не собирается повышать. Он понял, что ему нужно делать, ему нужно искать другую компанию. В течение трех месяцев он нашел другую компанию, международную компанию, где ему на старте предложили зарплату в два раза превышающую ту, которую он имел на предыдущей работе. Только на старте, сразу, сразу. Понимаете? То есть может произойти быстрая, быстрая, как бы, быстрый рост самооценки. То есть не могу сказать, что у каждого из вас будут такие результаты, как в тех примерах, которых я сказала, но это уже зависит от вас. От вас, понимаете? Это зависит от вас. То есть какие действия вынадки. Есть люди, которые готовы к действиям только на словах. То есть я бы хотел создать бизнес, я бы хотел улучшить свое материальное положение, я бы хотел создать дополнительный источник дохода, я бы хотел найти дело по душе только на словах. Когда дело касается действия, они пусты. Есть такие люди, да? Вот те люди, которые готовы действовать, у них будут очень быстро. Но вот это уже не зависит ни от коуча, ни от тренера, ни от астролога, ни от нумеролога, ни от гадалки, ни от кого. Вот эти действия за вами. Вам дали лодку, вам дали весла, вам дали карту, вам дали, куда нужно. Но грести должны быть сами. Кто это понимает, плюсик поставьте вам. Вам грести нужно, понимаете? К этой точке B, желаемой точке B. Дали. Угу. Так, я смотрю на время, время неумолимо лежит, да, вот смотрите. Мы говорили вот про успешных людей, да, вот успешные люди. Они пришли к тому, к чему они хотели, их радует этот успех. Ну хорошо, это знаменитые люди, а вы задаётесь вопрос, а что сделать с ними? Вот что у них делать? Ну если кратко, то вот так. Не зарывайте свой талант земли, порадуйте себя ими, используйте свои таланты. Повторяю, таланты есть и все. У каждого своя комбинация. У каждого своя комбинация. Кто из вас хотел бы узнать свои таланты поподробнее, да, и свои сильные стороны, на что делать ставочку для того, чтобы, первое, прийти к своему успеху, второе, получить свое материальное положение, найти либо бизнес, либо подходящее место работы, либо решить какие-то свои материальные проблемки. У кого-то эта задача актуальна. Хорошо. А если эта задача для вас актуальна, вот я вас приглашаю. Вот как взял так, чтобы за таланты платили деньги? Вот именно, самая главная задача там, монетизация талантов, мало их обнаружить. Их нужно применить в нужной области. И в апрадово со результатом, да, монетизировать эти таланты, да. То есть как первая ступенька монетизации ваших талантов, что вам нужно делать? Вам нужно срочно найти структурную сторону. То есть что есть рычаг силы? На что вам сделать ставку? Как я повторяю, там есть в этой формуле сильных сторон есть пять компонентов. Один из этих компонентов – врожденные способности. Врожденные способности буду лично каждому из вас рассчитывать по вашей дате рождения, которую вы не любите. Да. Как я вот сделала вот этим людям, то есть вытащу ваши качества. И, кстати, скажу вам ваши слабые характеристики, что вам может помешать? Там, допустим, отсутствие энергии, вы можете ставить цели, то есть и как с этим бороться. Где там подводные камни, на что вы можете споткнуться? Или распыление своей энергии, там распыление, вкусировка, ну разные могут быть минусы. Можно знать, смотрите, нужно знать как свои сильные стороны, так и слабые. Потому что что делать со своими слабыми сторонами? Что делать с ними? Дерегировать другому человеку. Попросить, чтобы кто-то другой за вас эту задачку решил. Не умеете четко ставить планы, нет стратегического мышления? Значит, обратитесь к человеку, у кого есть стратегическое мышление. Знаете? Да? Ну там у каждого своя будет рекомендация, но я просто вам говорю, что важно знать и слабые, и сильные стороны. То есть мы отдельно, у нас будет модуль, где буду расшифровать ваши даты рождения. Скажу вам, ваши сильные стороны вот эти, ваши слабые стороны вот эти. То есть изначально заготовка была такая. Вам выдали в роддоме такой с приданым. Вот, пожалуйста, знайте свои инструменты. Так? Так вот, что мы будем делать? Значит, на первом будет два дня. Это тренинг и сети будет два дня, начинается он 6 августа, да? Нужно, чтобы у нас время было, что я ваши данные должна расшифровать, там большая работа будет сделана индивидуально, то есть за кадром. То есть вы мне свои даты рождения дадите, я расшифровочка это сделаю, скажу так, у вас вот это хорошо, вот это плохо. Обратите внимание вот на это. Вы могли бы успеть, то есть предрасположенность есть вот к этому, допустим, к бизнесу. И там предрасположенность к такому виду деятельности, где видение играло бы важную роль. Вы можете вдохновлять людей, вы будете хорошо в консалтинге, в коучинге, вы будете хорошим педагогом или вы человек нетрадиционных взглядов, да? У вас очень нестандартное мышление, вы могли бы быть хорошим изобретателем, вы хороши там, где быть вот в авангарде, новые какие-то нетрадиционные методы лечения или методы преподавания или там, где на стыке наук. Ну, то есть какие-то характеристики, да. Я каши дам, Ирина спрашивает вопрос, вы узнаете свои таланты? Про свои таланты, да, я вам скажу, что вам нужно сделать, если вы хотите расшифровать таланты в других людей, да, я вам скажу, да. Что вам нужно делать, что у вас такой стакан будет, да? Далее, вы узнаете свои сильные стороны. Для этого есть, как инструмент нумерология, то есть я приведу ваши предрасположенность ломать, но есть еще коучинг и техники, которые помогают вам найти ваши сильные стороны, да. И мы коучинг и техники тоже будем применять для того, чтобы найти то плечо силы, которое способно умножить несколько раз вашим эффект от ваших действий, да, то есть привести к вам, ну, как бы к лучшим результатам с наименьшими усилиями с вашей стороны. Далее, с скажу вам, какие ваши сильные стороны, да, и слабые стороны. Значит, слабые стороны – это то, что вам нужно делегировать другому человеку, или то, чего вам не хватает, и поэтому вы должны это знать, ни в коем случае ставку на это не делать. Не делать это, как минимум в профессиональной деятельности. Как я уже сказала, каждый сделает персональную расшифровку врожденных палантов, сильных и слабых сторон вашей личности. Изначально какая заготовка была вам выдано, да, об этом вы узнаете. И мне для этого понадобится ваша дата рождения. Ну, когда вы будете оформлять заявочку, да, место забронируете в этом примере, ну, не идеально можно делать только 10 человек, потому что там большая работа будет сделана. То есть вот просто, когда я делаю расшифровку, вот просто скажу по практике, 10 человек – это 4 часа 30 минут. Я была в прямом эфире, рассказывала вот этим 10 человек. Поэтому, если мы возьмем 50 человек, мы опять умножите это время, мы будем ночевать и конкурировать. Да, понимаете, да? Интересно, если вы хотите знать, как этому обучиться, это нужно в школу на нейрологию. То есть я бы вам советовала сделать так. Делайте первый шаг, расшифруйте про себя, узнайте про себя. Да, кстати, есть у вас предрасположенность к этому виду деятельности, Ирина, я вам говорю. Есть у вас предрасположенность к этому виду деятельности. Там определенные характеристики должны быть у человека, который показывает, что он может работать, допустим, там. Он бы мог добиться хороших результатов в нейрологии, в астрологии и так далее. Так, дальше. На второй день тренинга, что мы будем делать? Вы определите свои индивидуальные 5 компонентов формулы ваших сильных сторон. А вы это видите внутренние мощные ресурсы. Это топливо, на котором, вот вам, смотрите, образно представьте, сейчас вы находитесь в точке А, да, где вы сейчас живете. В положении, что вы зарабатываете, как вы живете, это точка А, да. А точка Б, это куда вы хотите прийти, это жизнь вашей мечты, образно говоря. Вам нужно, например, эти точки А к точке Б. Так, у вас есть автомобиль. Вот ваши сильные стороны, это бензин, который вы заливаете в свой автомобиль. У кого-то 63-й бензин, у кого-то другой, да. Вы заливаете и вы едете с точки А к точку Б. Ваши сильные стороны, да. И это ваши, и здесь, в эти сильные стороны еще ходят ресурсы. Будете удивлены, у вас гораздо больше ресурсов, чем вы предполагаете в настоящий момент. 100%. Будем делать определенные коучинговые практики, и вы убедитесь, что у вас ресурсы выше крыши, и вы себе зададите вопрос. А чуть я их не использую. Вот так уже было, когда мы проводили, вот все задавали себе один и тот же вопрос. О, оказывается, у меня столько много ресурсов. Женщина, вот предыдущий был у нас тренинг интенсив, ваши сильные стороны. А женщина 62 года, после того, как она поучаствовала в этом тренинге, она поняла, она открыла центр, стояющий в Иерусалиме. Понимаете? У нее есть ресурсы, какой у нее есть потенциал, и когда она поняла, куда она на самом деле хочет двигаться, что и есть успех в ее понимании, да, очень быстро начала действовать. Вы знаете, в чеках все предрасположены, как бы врожденные таланты, к чему у вас? Были заложены изначально. Да? И какие виды деятельности для вас благоприятны, а какие неблагоприятны? Неблагоприятны. Есть то поле деятельности, где нам желательно не быть. Допустим, вот человек, у кого число жизни у 5,5, было бы очень грустно быть на такой деятельности, где мы на полный однообразный труд, где нет перспективы, нет движения, нет свободного графика работы. То есть человек, в принципе, может выполнять эту работу, но в конце концов, он теряет большое количество энергии, что пагубно влияет на его здоровье. То есть монотонный, однообразный труд с жестким графиком работы не показан людям, у которых число жизненного пути 5. Ну, как один пример. То есть там я рассчитаю все ваши цифры, скажу вам, вот это для вас желательно, а вот сюда вообще не ходите. В какой методике вы работаете? Я работаю по методике методикам. Я использую знания интуитивные. Вот в западной школе интуитивные нумерологи. Кроме того, еще коучер, английская академия профессионального коучинга и коучинга и техники. Я это делаю, как я отвечаю. По какой методике вы работаете? На этап грустики, то есть если надо, подключаю те инструменты, которые у меня есть. Итак, что бы я еще хотела вам сказать? В заключении. Я хотела бы вас спросить, у кого из вас сейчас возник такой вопрос на своем 2 месяце в жизни? Ну, с профессиональным планом. У кого такой вопрос? На своем 2 месяце. Следующий вопрос такой. Ну, хорошо. Следующий вопрос. Знаете ли вы точно, какие ли вы деятельности для вас были приятны, а какие нет? Если у вас точно определение, определение этого. Ну, вот в заключении я бы хотел сказать так. Вот если вы намерены добиться успеха в профессиональной области или вот решить те задачки, которые я вам говорила, улучшение материального благосостояния, найти дело по душе, найти подходящий для вас бизнес или дополнительный источник дохода, ввести в этих задачках вам желательно знать при сильную сторону. Угу. И у вас есть варианты вкусно, присоединившись к нашему тренингу. Ну, сразу могу сказать талант или сусед, только одни их распаковали и используют, а другие так и не подозревают, что у них есть эти таланты, к сожалению, да? И вот подсказки относительно ваших вражденных качеств и дати вашего рождения. Ваше имя и дата рождения не случайно мне рассказывает о вас очень интересную историю. Кто из вас хотел бы узнать, какую историю рассказывает, дата вашего рождения, присоединяйтесь к тренингу, вот расскажу вам об этом. Как сказала, как вы участники тренинга сделаю профессиональную прошедковку ваших родственных талантов. И уверяю вас, что кто-то из вас будет приятно удивлен обидием этих талантов. И вот у меня буквально одна минутка, и я хочу вам сказать такую фразу. Вот та фраза, которая меня очень сильно вдохновляет по жизни. Лучший шедевр – это ваша жизнь. Лучший шедевр – это ваша жизнь. И пусть этот шедевр у вас получится. Я вам искренне этого желаю. Лучший шедевр хорошо продолжит мою жизнь. Пусть у вас это получится. Девочки, вот кто пишет про личную консультацию, я вам рекомендую сделать очень простой шаг. Вы придите на тренинг. Девочки, конечно, невозможно, что вам это решение просто будет достаточно. Если вам понравится то, как я веду, формат подачи и то, что я вам скажу, потом будете думать насчет консультации. Хорошо? Вам всего хорошего. Всех благ. Я убегаю, потому что следующий выступающий за мной. Вам всего хорошего. пусть в вашей жизни будет много захватывающих моментов, от которых у вас захватывает дух. Ирина, благодарю за прекрасное выступление. Я думаю, что всем это очень понравилось, потому что было много, можно сказать, личных ответов. И многие получили ответы на свои, которые даже и планировали задать. Потому что Ирина все очень четко, структурированно рассказывается. Как она сказала, вот входит в поток. Я думаю, что многие из нас понимают, что такое, когда входишь в поток и уже говоришь, говоришь, говоришь. Если ты отвлекаешься на чтение вопроса, то выпадаешь просто из этого потока. Да, друзья, кому понравилось выступление Ирины, давайте поставим, поаплодируем ей бурно в виде восклицательных знаков. Встретить не получилось, но как-то так сама. Тогда залетела в наш комнату. Жду, жду еще аплодисментов. Жду аплодисментов. Вот по поводу консультации спрашивали. Я сама хотела у нее в свое время презентацию, но вот решила пойти тоже на такой тренинг. И знаете, в принципе, я получила все ответы на свои вопросы. Потому что вот она берет максимум 10. У нас было вообще 8 человек. Тогда было несколько 8 человек просто создано. И она каждому из нас ответила лично на этом тренинге. И настолько все подробно расписала, настолько все понятно, что уже вопросов просто не осталось. Че-че-че. Что такое Че-че-че Вера? Вот. Поэтому, друзья, вот, Танечка, сбросьте еще раз, пожалуйста, ссылку. Записывайтесь на тренинг интенсив, который будет проходить 6-го, 8-го августа. Это два дня будет. У нас, кстати, один день был. Так что вы еще больше получите тогда. И вы узнаете, в какой области вы сможете реализоваться, что вы делаете не так, если вы недовольны своей жизнью. А если даже и довольны, может быть, узнаете еще какие-то... Если вы, как Ирина Разновекторная, вы можете в любом направлении идти, идете в одном направлении, а вы узнаете, что у вас есть еще какие-то направления. Может быть, вы еще там попробуете себя, и вам станет еще интереснее, радостнее жить. Вот. Это вот как раз... Ну, я считаю, что вообще каждому нужно на такой тренинг сходить хотя бы раз в жизни, потому что действительно получаешь ответы полностью на все вопросы. Потому что мы действительно живем и думаем, все хорошо, а на самом деле мы... Или там не очень хорошо, или совсем плохо, а на самом деле не знаем, куда пойти, куда податься. И чем в этой жизни заняться. И я знаю массу людей, которые дожили уже до 60-70 лет, и так они прожили, не поняв, чем им нужно было заниматься. Давайте не будем такими людьми. Давайте лучше поздно, чем никогда. Вот. Я недавно читала про художницу Надежду, ой, фамилию забыла. Которая в 80 лет стала художницей. Всю жизнь проработала в колхозе, некогда было рисовать, а вышла на пенсию. И даже ее картины были известны. Вот, пожалуйста. Она все-таки каким-то образом узнала свой талант. Ну, видимо, ее на это и тянуло. Просто я сейчас привожу это как пример того, что в любом возрасте можно проявить свой талант и заниматься любимым делом, и получать от этого бесконечное удовольствие. Спасибо. Надежда. У меня идет все по плану. Не надо мне диктовать, что мне делать. Хорошо? Да. По правилам хорошего тона можно закончить в начале с одним человеком. Иначе остается открытый канал энергетика, куда будет утекать энергетика. Надо все обязательно ставить точку. Так. Элла, если ты здесь, пожалуйста, перезайди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова